В истории известно множество случаев, когда люди отказываются лететь на самолете, которому было суждено никогда не приземлиться в точке назначения. Или заучивали единственный билет, и именно тот, который позже доставался им на экзамене. Как объяснить эти удивительные факты? Предчувствием? Защитой ангелов или духов рода? Хорошо развитой интуиции? Предлагаю сегодня разобраться именно с этими вопросами за традиционной чашечкой крепкого кофе. Считается, что интуиция – это способность человека принимать и проникать в смысл событий и ситуаций посредством одномоментного бессознательного вывода, то есть озарения. То есть это некий иной способ мышления, выдающий эмоциональную подсознательную информацию еще до принятия человеком сознательного решения. И, соответственно, раз это способность, то она дана не каждому человеку. А так ли это? Как вообще работает интуиция и в каких случаях не стоит ей доверять, и можно ли ее в себе развить, я готова поделиться с вами своими знаниями и опытом. И, как обычно, начну с истории, которая произошла не так давно. Егор был братом одного из сотрудников телевизионной группы, с которым я в тот период времени постоянно виделась на съемках. Он приезжал на запись и вроде тихо, скромно сидел в уголке, наблюдая за процессом. Но я чувствовала, что интересует его не работа брата, а именно я. Егор мысленно просто бомбил меня просьбой обратить на него определенное внимание и поговорить с ним, поговорить с ним, поговорить с ним. Я не стала реагировать на призывы, а дала ему возможность открыто подойти и спросить о консультации. Признаюсь, что я, как только впервые увидела парня на съемочной площадке, то сразу поняла, что ему нужна помощь. Егор был какой-то аморфный, медленно как-то передвигался, не демонстрировал никакую реакцию на происходящее вокруг. От него не чувствовалась той энергии, которая должна быть у молодого человека, в возрасте которого он находился. Поэтому, когда он все-таки решился и подошел ко мне, я прямо спросила, что случилось. Егор несколько обескуражил своим ответом. Егор сообщил, что к нему присосалась некая сущность. Лярва, которая ворует у него энергию. Наши предки верили, что если разутся, войдя в дом с правой ноги, то нечистая сила не сможет воровать вещи в этом доме. Живя в трехмерном мире, большинство людей не видят и не замечают деятельность существ из других пространств. Но это вовсе не значит, что их нет. Сущности – это такие энергетические сгустки, паразитирующие на энергии человека. Мы с вами непрерывно получаем и перерабатываем энергетику Вселенной, Земли, ощущаем это как чувства, как мысли, как эмоции. Сущности питаются низкочастотной энергетикой, которые дают сомнения, страх, злость, обида, ненависть и так далее. Они ощущают прям накопленный негатив сразу же. Вспомните свои ощущения, когда вы заходите в неизвестный старый заброшенный дом или, например, в какую-то старую темную сырую пещеру. Вам не по себе? Вам страшно? Ну, конечно, да. А почему? Ведь перед вами нет объективных угроз и бояться, по сути, это нечего. Вы испытываете страх, потому что ощущаете его. Вернее, вы ощущаете энергию страха, выработанного теми, кто был там до вас. Возможно, когда-то кто-то действительно сильно чего-то испугался в том месте. Допустим, неожиданно вылетевшей летучей мыши. Энергию его страха почувствовал следующий и стал двигаться очень осторожно, вздрагивая прямо от каждого шороха. И тем самым усилил силу этого испуга. А за ним еще и еще люди. И таким образом накопилось столько энергии страха, что порой мы даже не хотим спускаться в пещеру или переступать порог заброшенного дома. Вот так же и сущности. Они чувствуют накопленные негативные эмоции и цепляются к человеку, чтобы питать себя. Присосавшиеся лярвы провоцируют ситуации, в которых их источник проявит нужное им чувство, выработает необходимую для них энергетику. Многие знают, как сложно бросить пить или, например, курить. Сразу же возникают такие обстоятельства, в которых рука будто бы сама тянется к бутылке или к сигарете. Это сущности не хотят терять свой обед. Вот и создают провокативные условия. Лярвы не просто высасывают у человека силы, но еще и воздействуют на эмоциональную сферу своего вынужденного хозяина. К сожалению, лярва способна полностью подчинить себе личность, если у той низкий уровень сопротивляемости. Человек словно этот воздушный шар, наполнен энергией. Он получает и отдает ее. Всем известно, что хорошие события и новости, радостные известия и приятные встречи, любовь и добрые дела наполняют нас позитивной энергией. Ведь не зря говорят, что от счастья хочется летать и прыгать до потолка. Никакая сущность не сможет присоединиться и присосаться к человеку, потому что сил и позитивной энергии у него много. Во-первых, лярвы ей не питаются, а во-вторых, им просто не за что ухватиться. И опять же, ни для кого не секрет, что ссоры, скандалы, выяснение отношений из-за обид или ревности опустошают и отнимают энергию. Человек, испытывающий злость или зависть, явно не хочет прыгать до потолка. Застрявшие негативные эмоции выматывают его и лишают сил. Сущности не составит труда подцепиться на такую слабую энергетику и приняться за свое дело. Провоцировать на новый и новый негатив, пока не высосет все силы. Узнали что-то новое и полезное? Тогда не забываем подписаться на мой канал и поставить мне лайк. Впереди вас ждет еще очень много интересных историй. Не пропустите их. Егор, с которым мы познакомились после съемок одной из программ, попросил меня избавить его от сущности, которая лишила его энергии и радости. Парень ничем не хотел заниматься. Ему ничего не нравилось и ничего не привлекало. Выбор профессии превратился просто в пытку. Егор вообще не понимал, куда поступать, и в итоге пошел туда, куда советовали родители. Обучение было только в тягость. Неуемные однокурсники только раздражали, а клубы и тусовки навевали тоску. Короче, молодой человек обращался к психиатру, опасаясь, что его поглотила глубокая депрессия. Но специалист этого не увидел. Пытаясь понять, что с ним происходит, парень в сети наткнулся на рассказы о сущностях. Примерил симптоматику на себя и выбрал меня в качестве избавителя от паразита. Я видела, что у молодого человека очень небольшой запас сил. Он был очень апатичным и явно несчастен со всем этим. Но дело было не в сущности. Никаких лярв на ауре я не видела. Там их попросту не было. Конечно, парню было очень сложно принять мой ответ. Ведь с аврией я про лярву ситуацию было бы очень просто починить. Но я всегда говорю то, что я вижу и чувствую. Нам с Егором предстояло выяснить, что же является причиной его такого низкого уровня энергии. Что заставляет его, по его же словам, жить будто не свою жизнь. И я чувствовала, что у парня очень хорошо развита была интуиция. А это очень точный инструмент для восприятия мира. Это дар. Дар, который есть у каждого. Но этот дар способен впадать в литургический сон, если в него не верят или попросту им не пользуются. Интуиции следует доверять. Она мимолетна. Это как маленькая вспышка света в темноте, которая сразу же начинает гаснуть. Следует мгновенно ловить ее подсказки, пока не подключилась логика. Ведь интуиция – это прямое восприятие чистой энергии. А энергия никогда не лжет. Это когда я просто знаю и все. И не надо толковать, перепроверять себя. Ваше мышление напрямую связано с информационным полем, где уже существует все и все решения. Развить интуицию возможно. Медитация – отличный помощник в этом процессе. Важно обрести единство с самим собой, чтобы безошибочно воспринимать руководство свыше. Так вот, Егор абсолютно точно ощущал, что с ним что-то не так. Что ему срочно нужна помощь и именно экстрасенс. И в этом наши ощущения совпали. Мне совсем не хотелось, чтобы молодой человек окончательно зачах или что-нибудь натворил от безысходности. Я чувствовала, что при хорошо развитой интуиции парень должен был очень быть восприимчив к знакам и напрямую спросил о его сигналах извне, которые казались ему необычными. Егор сразу же рассказал, что его с самого детства преследует несчастная, по его мнению, цифра 13. Он в школьном журнале всегда был 13-м по списку, жил в 13-м доме, на 13-м этаже, переехал позже к девушке и опять же в 13-ю квартиру. В номерах его телефонов и в номере машины тоже есть эта цифра. Но и, помимо прочего, чаще всего Егор смотрит на часы и смотрит в час дня или в 13 минут любого другого часа. Народная примета не рекомендует давать деньги в долг 13-го и 31-го числа, чтобы не потерять финансовую удачу. Когда Егор перечислил мне все эти ситуации, в которых фигурировала цифра 13, я, естественно, спросила, нет ли ее в его дате рождения. Оказалось, что нет. Парень родился 18-го числа. И как только он произнес эту дату, за его спиной появился дух рода, видимо, дед Егора, и стал показывать мне всю ту же злосчастную цифру. Вообще, между числами и характером человека существуют мистические связи. На этом построена вся нумерология. Для астрологов тоже очень важны час, день, месяц и год рождения человека. Они несут его индивидуальный код, некий шифр судьбы. Ведь каждая цифра также имеет свою энергию. Число 13 во многих культурах считается несчастливым. Но я точно знаю, что оно лишь символизирует начало нового цикла и разрыв с прошлым. А эзотерики считают вообще это число кармическим. Оно показывает, что человек отрабатывает долги за прошлые жизни и исправляет сделанные его родом ошибки. Но вот что означала эта цифра в ситуации Егора? Уверена, что мы бы с Егором очень долго бы искали ответ на этот вопрос, если бы не помощь его умершего деда. Он почему-то стал мне показывать свою могилку. Я описал ее Егору, и он подтвердил, что действительно это то самое место на кладбище, где покоятся члены его семьи. Когда умер дед, парень не помнил. Знал только, что где-то за неделю до его рождения. Меня это заинтересовало. Уж не 13-го ли числа. И точно, дух показал мне на памятнике дату своей смерти. И принялся кружить вокруг внука, рисуя в воздухе все ту же цифру. У меня не было сомнений, что ответ на вопрос, что же творится с Егором, каким-то образом зашифрован в дате смерти его дедушки. Но у внука вообще не было никаких предположений и догадок. Но интуиция подсказывала ему, что помочь нам с разгадкой может его старший брат Влад. Когда я объяснила Владу, в чем нам нужна его помощь, он попросил дать ему пару минут и отошел, чтобы позвонить матери. У старшего брата были смутные подозрения, в чем может быть дело, и он хотел найти им подтверждение или опровержение. Вернувшись, он поведал нам историю, которая, наконец, позволила нашему загадочному пазлу полностью сложиться. Оказалось, что Егор родился в день смерти деда. И именно 13-го числа. Родителей это совпадение очень сильно напугало. Они увидели в этом дурной знак. Да и попросту не хотели впоследствии справлять в один день и поминки отцу, и день рождения сына. Поэтому они сами аккуратно исправили в справке о рождении тройку на восьмерочку. И позже получили свидетельство с новой датой. По документам получалось, что Егор родился 18-го числа. Начиная с первого года рождения, парень отмечал свой праздник на пять дней позже. Таким образом, родители Егора, желая сыну самого лучшего, по незнанию обрекли его на проживание не своей жизни. А главное, именно по причине переноса дня рождения парень лишился энергетической подпитки от высших сил. В свой день рождения человек максимально открыт и чувствителен к тонким материям. Вместе с сюрпризами и пожеланиями от родных и близких в этот мистический день главный подарок делает все-таки Вселенная. человек получает жизненную энергию. Произойти эта подпитка может при определенном настрое. Вы наверняка обращали внимание, что в день своего рождения, как бы вы к нему ни относились, у вас несколько иные эмоции и ощущения, чем в остальные дни в году. Вселенная щедро одаривает именинника жизненной энергии, запаса которой должно хватить на целый год. Кстати, многие взрослые перед или в день своего рождения ощущают грусть. Они ощущают опустошенность и нежелание отмечать свой праздник. Это происходит из-за того, что уровень жизненной энергии низок. Полученная же от высших сил энергия позволяет поддерживать здоровье, любить, творить и получить удовольствие от жизни. А что происходит с теми, кто по разным причинам считает своим днем рождения не тот день, когда он появился на свет. Или запретил себе отмечать его, принимать поздравления и подарки. Невозможно наполнить закрытый сосуд. Энергии и жизненных сил у таких людей не прибавится. И они либо будут потихоньку угасать, либо начнут искать источники энергии в чем-то другом. И это что-то другое может оказаться очень страшным пристрастием и обратиться в зависимость. Нравятся мои истории? Тогда не забываем подписаться на канал и ставим лайк. Впереди вас ждет еще много полезного и интересного. Итак, мы выяснили, что причиной апатии, безрадостности и отсутствия силы Егора стал перенос его дня рождения. Родители посчитали дурным знаком, что в этот же день скончался дед их сына. Я не знаю, откуда появился этот миф. Это жизнь и близкие нам люди могут умереть в любой день. И этот день может быть днем свадьбы или днем рождения. Это может быть как совпадением, так и не случайностью. Возможно, у члена вашей семьи не хватило энергоресурсов, чтобы выполнить программу рода, и он передал эту задачу тому, кто пришел в этот день на этот свет. И в этом нет ничего дурного. Просто новорожденный должен будет завершить то, что не успел или не смог сделать его предок. Не паникуйте и не спешите менять число рождения. А лучше подумайте или вспомните, чем жил умерший родственник. Какие у него были цели, чего он хотел, о чем он мечтал, и какой он был по характеру, потому что какие-то черты и вехи судьбы и характера потомок переймет. Это может стать хорошей подсказкой, в каком направлении развивать появившегося в семье малыша. Собственно, об этом я рассказала и Егору с Владом. Братья решили узнать побольше о своем дедушке, у родителей, чтобы через его интересы попытаться найти занятия для Егора. Ну и свой день рождения парень теперь будет отмечать 13, а не 18 числа. Так что в том, что жизнь молодого человека вскоре круто изменится в лучшую сторону, я не сомневаюсь. А еще важно, чтобы вы точно знали историю своего рода, историю своего рождения и чаще говорили со своими родителями и со своими бабушками и дедушками о истории вашего рода, о тех предках, которые вас привели в этот мир. Потому что именно там, в нашей родовой системе, есть самые главные подсказки, куда нам двигаться дальше. Меня зовут Виктория Райдес, я жрица культа предков. И я собрала для вас самые интересные истории из моей практики. Для того, чтобы вы могли чему-то научиться. Всем привет! С вами был Игорь Негода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова